От Крандинавии до Кавказа, а вот это только южный вид. Внешне очень похоже, но потенцы разные. Вот у лопастиньки, вот у лептиньки по краю. А еще некоторые лишайники можно определять на вкус. Есть такая пертузария омара, вот такой беленький лишайничек, которая очень горькая. Она и переводится в латыни пертузария горькая. Геннадий Урбанавичус и его жена Ирина – одни из ведущих исследователей лишайников, известны не только в России, но и в мире, работают в Институте экологии Севера Кольского научного центра Российской Академии Наук. В заповедник Утриш приезжают с 2014 года. Их работа называется инвентаризацией. Задача – обойти большую часть заповедника, чтобы описать все виды лишайников, которые здесь растут. Нужно сказать, что лишайники территории заповедника Утриш были практически не изучены. В гербарных фондах Российской Академии Наук есть экземпляры, которые были найдены более ста лет назад. Это всего несколько экземпляров. Конкретно где они были найдены, эта информация малоизучена. В мире насчитывается 26 тысяч видов лишайников. Здесь уже обнаружили 400, причем десятая часть – виды, о которых сами специалисты говорят как об интересных, редких, причем не только для России. Лишайник лабария легочная, лабария пульмонария, включен в Красную книгу России и Краснодарского края. Это не организм, а скорее небольшая замкнутая экосистема, симбиоз гриба и водорослей. Ученые называют их первопроходцами. Сначала на голой скале или заброшенном каменном строении селятся лишайники. Затем постепенно формируется слой почвы, в котором начинает расти трава, а затем деревья. Примерно так в джунглях терялись целые города. Специалисты отмечают, что еще 100 лет назад большей части деревьев здесь не было. Кроме того, появление или исчезновение определенных видов лишайника может говорить о наличии в воздухе различных примесей и даже об изменении климата. Настолько они чувствительны даже к влаге, которая в дыхании человека содержится. И они, естественно, стараются максимально приблизиться к источнику влаги. Либо мокрая почва, либо наклонный ствол, по которому лучше стекает и больше попадает влаги, даже дождя. Некоторые виды нельзя определить на месте. Их будут изучать в лабораторных условиях с помощью микроскопа. Вот так зубилым молотком собирается. В итоге появится специальный гербарий-каталог. Дальнейшие исследования помогут больше узнать о влиянии лишайников на местную экосистему, а также судить о ее состоянии.